Предпринимателя, который возьмется за открытие хлебопекарни в Тельвиске, поддержит округ. Сегодня в селении налажено хлебопечение и важный социальный продукт приходится завозить из Наринмара. О своей проблеме жители поселения рассказали в ходе общения с губернатором региона во время его визита в Тельвиску. Игорь Кошин обратил внимание жителей на успешный опыт трех предпринимателей, которые сегодня занимаются фермерством. Благодаря собственной инициативе и поддержке округа они обеспечивают свежими продуктами свои семьи и односельчан. Белочка вот у нас, та бабочка у нас. Ну это уже больше к жене, потому что она с ними как-то уже болит. Назвать имена всех коз Алексей Никитин пока не может. Новые постояльцы небольшого частного хозяйства живут здесь недавно. Начинающий фермер уже имеет три коровы, а с наступлением лета решил расширяться. Купил кур и шесть коз. Козы они же не столько прихотливые, поэтому будет намного избыт молока. Во-первых, детям, это же гипоаллергенные. И содержать их девчонки немножко. Сколько они у вас сейчас пока дают молока, козы? Козы, одно только, дойные получается две. Ну, как бы этот самый, литр-полтора. В козьем семействе уже пополнение. В просторном загоне козлику и взрослым живётся комфортно. Тут же обитают четыре курицы, исправно несущие яйца. Алексей уже заботится о зимних буднях. На днях начнёт строить новый хлев и самостоятельно заготавливать сено. Для этого из Кирова был привезён пресс-подборщик для формовки сухой травы. Это купить один килограмм, допустим, сено стоит там шесть рублей. Сюда привезут ещё будет стоить, она уже 12 рублей. И сколько это обойдётся на одну корову? Около ста тысяч рублей. Представляете, сколько? А кормов сколько ещё надо будет? Всё остальное. Это же как бы легко сказать, что вот завёл и всё. И тут только деньги получаешь и отчитываешь, складываешь куда-то. Нет, это затратное дело. Закупить технику и стройматериалы для хлева фермер смог благодаря окружной поддержке. Грант в 500 тысяч рублей начинающий предприниматель выиграл по конкурсу и сразу же пустил в оборот. Опыт Алексея Никитина, глава региона, не раз приводил в пример в ходе общения с населением. В Тельвиске сегодня не налажено хлебопечение, отчего выпечку приходится завозить из Наринмара. Игорь Кошин акцентировал внимание жителей на возможности открыть частную пекарню. Мы создали определённые условия для развития фермерства. И Тельвиска – один из населённых пунктов, где есть два ярких примера. Это парень, который выращивает коз, парень, который выращивает коров. И показывает, что в условиях Крайнего Севера вполне можно заниматься сельскохозяйственным предпринимательством. И, что немаловажно, самостоятельно кормить свою семью. Конечно же, это система субсидирования выстроенная, это система грантовой поддержки. И мы рассчитываем, что всё-таки всё большее количество людей не будет зависеть ни от государства, ни от кого, а будет самостоятельно решать, в том числе и свою продовольственную программу. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя можно оформить в МФЦ. Правда, за такими услугами сюда обращаются редко. В основном люди приходят оформить и подтвердить социальные выплаты, зарегистрировать недвижимость. По словам Александра Чурсанова, главы муниципалитета, предпринимательский потенциал у местных жителей есть. И, возможно, частная пекарня в селе всё-таки появится. Нужно было, конечно, обсудить с нашими предпринимателями, либо с людьми, которые всё-таки к этому неравнодушны, посмотреть ассортимент, посмотреть, может быть, написать бизнес-план, поучаствовать в гранте, то есть денежки выделяют, и обеспечить жителям муниципального образования хлебом, ну и хлебопулочными изделиями. Мне бы очень хотелось, чтобы данный проект появился и данная пекарня была у нас. Открытие частной хлебопекарни позволит создать и новые рабочие места. Сегодня в селе в качестве безработных зарегистрирован 21 человек. Во время общения с подрядчиками губернатор интересовался, сколько человек из числа местных жителей работают на стройках. Как и следовало ожидать, среди общего количества рабочих они в меньшинстве. Либо нет желания, либо специального образования. Чтобы решить последний вопрос, глава региона поручил своему заместителю по социальным вопросам Надежде Дедяевой рассмотреть возможность открыть подготовку строителей на базе профессионального технического училища.